Добрый день, друзья! Сегодня мы хотим поближе познакомить вас с Ирпенем, с нашим замечательным зеленым городом. И начнем обзор с самого центра. Это место, где всегда собирается много людей. Здесь играющие фонтаны. Дети особенно их любят. Жару здесь прохладно. На площади много скамеек. Есть где присесть и отдохнуть. Именно здесь проводятся основные культурные городские мероприятия и праздники. Это главная площадь. Расположена она на улице Шевченко. Возле здания городского совета здесь же находится центр предоставления административных услуг. В центре города кипит деловая жизнь. Также на площади есть детский игровой комплекс, фастфуд-хесбургер, где можно перекусить, и небольшой фонтан. В вечернее время площадь и фонтан подсвечиваются. Людей по-прежнему много, а в зимнее время года эта площадь превращается в настоящую сказку. Следующая наша остановка – это парк писателей. Замечательный тенистый парк. Расположен он на территории Дома творчества писателей. В 2017 году его реконструировали. Сделали парк комфортным для прогулок. Есть велосипедные дорожки, скамейки, беседки. С самого раннего утра парк освежают, чтобы жителям было комфортно гулять. Именно здесь в парке писателей проходят творческие встречи, концерты народных коллективов. Всем, кто любит культурный отдых, здесь рады. Вход на мероприятие бесплатный. Здесь царит всегда приятная атмосфера, и дети и взрослые с удовольствием проводят время в парке писателей с пользой. Следующее наше знакомство с Ирпенем мы перенесем на начало Ирпенской набережной. Именно здесь расположен городской пляж с лонгами и песком. Кстати, пляж чистят. Вода проточная. Летом в жару здесь отдыхает очень много людей. Мы приехали сегодня рано утром, поэтому людей не так много. Но в целом аншлаг уже после обеда. В выходные дни народу здесь море. Спуск в воде идет как для пешеходов, так и для велосипедистов и мам с колясками. Отсюда берет свое начало Ирпенская набережная. Ее длина 3 километра. Мы постараемся отдельно сделать по ней обзор. А здесь, где мы находимся, есть кафе. Можно купить мороженое, выпить кофе. Возле пляжа вы можете арендовать велосипеды, сапы, лодки, каяки. Для любителей активного отдыха это место самое центровое. Учитывая, какие жаркие пошли дни, это место – настоящее спасение. Ирпенский пляж ждет жителей, гостей города. А те, кто был здесь, отдыхал, пользовался услугами, пишите в комментариях, понравился ли вам отдых. Пляж находится в конце улицы Стельмаха. Стельмаха. Следующая остановка – парк Покровский. Вход расположен со стороны улицы Котляревского. Площадь около двух гектар. На его территории расставлено множество деревянных сказочных фигур. Зайдем посмотрим. Парк будет интересен в первую очередь для маленьких детей. Он окружает волшебством с первого посещения. Ты погружаешься в мир мультяшных героев. Также здесь есть велодорожки, большая детская площадка, ухоженные зеленые газоны и, конечно, скамейки для отдыха. Парк Покровский тенистый. Можно отдыхать всей семьей. Тут уютно и много зон отдыха. До парка Покровского очень удобно добираться. Часто ходят городские маршрутные такси. Есть кафе, где можно перекусить тем, кто здесь надолго, выпить кофе, съесть мороженого. В этом парке абсолютно безопасно. Есть тревожная кнопка. В случае экстренной ситуации вы можете сообщить дежурному о правонарушении. Хотим вам показать еще один уютный парк, расположенный на пересечении улицы Садовая и Соборная. Называется он Парк Дружбы имени академика Зарифы Алиевой. Этот парк один из лучших в Урпине. Он небольшой, камерный, с красивым ландшафтным дизайном. Здесь приятно прогуливаться тенистыми дорожками. Есть лавочки, детская площадка для маленьких деток. Парк охраняют, есть видеонаблюдение. Здесь приятно находиться тем, кто не любит суету, кто хочет собраться с мыслями и просто отдохнуть. Парк ухоженный, газоны подстрижены, вековые дубы и сосны. Здесь, в Парке Дружбы, очень атмосферно, а главное, спокойно. Обязательно посетите этот парк. Расположен он в центре города, сюда удобно добираться. Рядом остановка общественного транспорта. Парк Дружбы находится через дорогу от другого парка имени Правика, куда мы и отправимся дальше. Парк, который утопает в розах и сочной зелени. Это парк имени Правика. Здесь очень много зон для отдыха, есть скамейки на каждом шагу. Если вам хочется слиться с природой, полежать на травке, вы можете сойти с дорожки и присесть на газоне. Многие так и делают. Здесь также по утрам проходят занятия йогой. Дети бегают по траве, парк тенистый. Здесь прохладно даже в самую жару. Дубы и сосны дают хорошую тень. Парки часто проводят различные детские мероприятия. Можно даже купить книжку, тут ее почитать. Выпить кофе, перекусить, съесть мороженое в кафе. Парк открыт круглосуточно, вечером здесь не менее приятно. В парке Правика есть большая детская площадка. Сюда со всех окрестных домов приходят отдыхать с детьми. Часто на газонах играют в мяч и бадминтон. Ежедневно парк убирают, поливают газоны. В особо жаркие дни включают автополив, чтобы отдыхающие могли немного отлежиться. В целом парк просторный. Также есть велодорожки и прокат веломобилей и детских авто. Обязательно посетите парк имени Правика. А сейчас мы с вами посмотрим парк Незнайка. Заходим мы с улицы Украинской. Современное уютное место, знаменитая Риберня. Здесь рады голодным посетителям парка. Достойное меню обязательно посетите. Кафе работает допоздна. Сам парк примыкает к 17-й школе. В жару искусственный пруд слегка пересыхает. В парке всегда людно. Есть и детские площадки, и зеленые газоны, по которым бегают с удовольствием дети. Парк Незнайка был открыт в 2018 году. Он холмистый, с чудесным ландшафтным дизайном, стриженными газонами, с большим количеством развлечений для детей. От веревочного парка Панда до детских площадок. Есть велодорожки с освещением, много скамеек. Можно взять на прокат веломобили, самокаты, машинки для самых маленьких. Здесь же можно купить мороженое. В парке Незнайка располагается сцена. Здесь проходят также концерты, массовые мероприятия. А по этим склонам в зимнее время дети катаются на танках. Сейчас, летом, здесь приятно ходить, бегать по газонам. Они идеально стрижены. И, наконец, центральный парк. По нему мы делали уже отдельные обзоры. Здесь есть детские спортивные площадки, ухоженные газоны. Можно на прокат взять велосипед, веломобиль и чудесно с ветерком прокатиться по парку. Есть велодорожки. Можно детям попрыгать на батуте. Здесь же купить напитки или мороженое. А в районе Сити Мола на большом экране вечерами можно посмотреть футбольные матчи, в частности, у Ефа. Народу в дни трансляций очень много. Это, безусловно, не все места отдыха в Ирпене. Мы показали самые популярные. Обязательно приезжайте в наш чудесный город. Убедитесь, что здесь очень красиво. Море места для активного отдыха. Любых развлечений. Все чисто и утопает в зелени. Ирпень – город парков, город здоровья и позитивных людей. Нит Компани – это компания с внушительным стажем, которая всегда поможет вам в поиске жилья. У нас большая база объектов недвижимости от элит до эконом-класса. Хорошего дня, друзья! Приезжайте к нам в Ирпень! Редактор субтитров А.Семкин